новый день вооружились короче техникой пойдем погуляем здесь еще хостеле есть вот такой ровер и вот такой самокат это все можно арендовать мы этим не воспользуемся потому что кое-кто хочет пешком наш такой гостел летает голуби стоит рядом костел ну вот казалось бы костел и костел а стали разбираться и оказалось что это костел святого франциска сальского 1681 год постройки и что 18 февраля 1995 года здесь обвенчались будущий президент республики польши анджей дуда и агата кронхаузер дуда ну естественно найдется обезьяна которые на русском языке свою любовь к самому забору выразит и на английском ну значит английский язык тоже знает до двери тут шикарные ну там драконы а вечером и было не видно а это у нас дом под глобусом так называемый был построен в 1906 году польскими архитекторами как торгово-промышленная палата внутри есть огромный сейф изготовленные в внутренние помещение палаты в настоящее время к сожалению недоступны и до корабль тут нынный магазин чингарня под глобусом экскурсии экскурсионные такие мобильчики идет старый город на той стороне мы туда попозже сейчас заскочим сегодня как дикий джо стреляем с двух рук слушается послушная скульптурная композиция какая наверху пойдем а тем временем мы подошли к барбакану но барбакан это защитное сооружение он был построен в 1499 году для защиты флорианских ворот северной части городских стен в настоящее время он является филиалом кракоско-исторического музея и используется для различных музейных выставок спортивных соревнований по фехтованию например исторических реконструкций и бальных танцев в летнее время в барбакане на постоянной основе демонстрируется проекционный фильм под названием барба кино летнее средневековое кино в барбакане ну вот к сожалению зимой это все удовольствие закрыто много итальянцев французов экскурсионные группы и 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 А вот там Королевская дорога, мы туда наскочим Пузней. Орлы какие-то в качестве украшений на втором этаже, а под крышей дети. Снял, потом снял, потом снял, когда идёшь, ничего как-то. Дворец где-то, где-то есть. В стиле стандра. Вот так, снимая местные красоты, мы дошли по улице Святой Гертруды, которая идёт, в свою очередь, вдоль городской стены до Сбручского идола. Предположительно, это славянский языческий идол, а его оригинал находится в Краковском археологическом музее. И как раз закончилась служба. Ну и здесь, ориентируяшись на местности, мы пошли по направлению площади Вольницы, где я впервые в жизни попробовал вкуснейшую польскую запеканку. Ну и, конечно же, не могли удержаться, чтобы зайти в уютные дворики. Страдония. Здесь, наверное, магазинчики, какие-нибудь скрепики. Альбом офиса, да, вот. Видишь, что-то продают такое. Прикольно. Просто внутренний дворик с внутренним магазинчиками. Страдония. Страдония. Да. Лифт с Эдуара. Да. Здесь вообще винишко, да? Автогония. Вот это говорит о том, что мы зашли в Казимеш. Мы где-то рядом. Мы где-то рядом. Мы где-то рядом. На правильном пункте трассе. Нет, конечно. Машина тут уезжает. Вот так. Зеркала на крыле. Ну да. Ну вот как раз, наверное, где зеркала на стояние. Музей Пин Боа. Короче, здесь как в Одессе, наверное, вся жизнь во дворах. Да, прикольно, прикольно. Ну вот куда идти? Вот туда или туда? Музей Пин Боа. Субтитры делал DimaTorzok Это был древний торговый путь, называемый «Соляная дорога», ведущая через Величкую Венгрию. До конца 19 века большая часть зданий были деревянными. В основном это были многоквартирные дома. Конкретно дом с Аркадой, вдоль которого мы идем, относится к 1836 году. Постройки на месте более старых. С 14 по 19 века за этим зданием находилась купальня. Также этот арочный проход объединял медоваренный завод с 14 века, просуществовавший до Второй мировой войны, и доходный дом, так называемый «Волчий дворец», постройки конца 18 века. КОНЕЦ Я бы сказала, похоже на старую Москву до того, как стали сносить все дома, где-нибудь 80-е года. КОНЕЦ Они туда? А, это кофтель. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Ситуация прикольная Дино открывает сердце любви Ну так как обычно поездка в Краков была спонтанной И не планировались никакие места для посещений Поэтому ходили мы тоже как и поехали спонтанно Но у нас получилось увязаться за группой туристов С английским зонтиком За ними мы вышли к набережной Пост это арка Которая делит две части по всей длине Правую и левую Правая часть является велосипедной Левая пешеходная Ну опять же если откуда как смотреть А посредине И вот расположены фигуры Ну естественно куда же тут без замочков Когда-нибудь от этих замочков мосты начнут падать Ну говорят их где-то добрые люди срезают и выбрасывают Вообще гид нам поведал что мост это называется отца Бернатка Построен в 2010 году и назван в честь монаха Лаэтуса Бернатки Который содействовал строительству больниц в Кракове Мост соединяет два городских района Казимеш и Подгужи Длина моста 145 метров А ширина 3 метра Ну и основой для строительства послужили фундамент и опоры Подгужского старого моста Субтитры сделал DimaTorzok И вот уже сходя с моста увидели вывеску Говорящую о чем-то вкусном и итальянском А, макарони арня Это как ковярня Ковица арня Ози Осборн и его ебацадру Такой баржа до дня Очень прикольное местечко И паста неплохая Еще тут Нашли интересную табличку Короче, лестница Работает По времени В дни рабочие Подниматься наверх можно с 6 до 10 вечера А вниз спускаться с 7 до 21 А в дни выходные только наверх можно подниматься Вот, с 7 до 21 Презос Старистой Рады Народовой Ну а далее гуляя и перетаптывая Обширные порции Итальянских спагетти Нашли костел Этот сказочно красивый костел Святого Иосифа Который был построен в готическом стиле В 1909 году В костеле установлен орган Который имеет свою интересную Для бакинского католического сообщества Но вследствие того Что красная революционная плесень Обуяла Все территории Скажем так Советского Союза Этот орган не попал По своему назначению Так и остался В этом прекрасном Готическом костеле Святого Иосифа За костелом Раскинулись серо-белые скалы Бывшего карьера Эта каменная стена Нашла свое художественное применение У скульптора Профессора Винсенти Кучма Установившего 14 Фигур крестного пути На уступах природного камня Субтитры создавал DimaTorzok На этом сегодняшнюю прогулку Разрешите нам закончить Спасибо, что досмотрели до конца Ждем ваших комментариев И в следующей серии погуляем По Краку дальше Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok